Вот урок по вопросам веры сегодня. Я читаю его по книге известного еврейского философа Малаля. Правда, у нас качество Малаля, хотя и называется еврейским философом, он не пользуется ни теориями, ни Канта, ни Гегеля. И даже не Аристотеля, а просто как бы рассуждает, почему он называется философом, он рассуждает в рамках того, что известно из Тарыги, Моры, Медраж и прочее-прочее. В этом интерес. И здесь вот это, к счастью, значит, вот это у меня еврейский вариант. Вечность Израиля. А я по случаю, оказывается, кто-то перевел на русский язык, да, в Розенберг перевел. Симон. Симон Розенберг. Перевел на русский язык. Интересно, да? И очень давно перевел. Вот я пользуюсь его переводом, хотя перевод не очень такой хороший, поэтому иногда придется сверяться с еврейским оригиналом. И вот подготовился. Я читаю по главе второй. Еще очень важно сказать смысл или цель написания этой книги, чтобы можно было бы понять его направленность. Ее направленность. Книга была написана как апологетика в защиту еврейской веры против христианской веры. Потому что в то время, надо сказать, что Мораль жил, правда, в Богемии, в Праге, но это было как бы часть большого германского австрийского такого консорциума. В то время Германии еще не было, и объединенной Германии. В Германии были княжества отдельные. То же самое было и в Австрии, и в Богемии. Это Чехия, вроде, тоже как. И Мораль очень оценили. Он был принят всегда королем Богемии. И, безусловно, все там попы богемские с ним общались и понимали, что он великий знаток, поскольку он говорил на хорошем немецком языке. Вы знаете, чешские евреи говорили на немецком языке. И поэтому он мог с ними спорить, доказывать, в чем они неправы. Здесь мы посмотрим. Вообще вся эта книга, конечно, достойна изучения. И вот я так взял. Дело в том, что первая глава у него называется «Связь между исходом из Египта и освобождением еврейского народа из рабства». Это предисловие, а потом у него есть связь между изгнанием и освобождением еврейского народа. А вот это я пропустил, потому что об этом много говорят. И выбрал главу вторую, которая называется «Почему в Израиле присутствует греховность?». Вот это как бы всегда нас занимает. Вот мы как бы такие хорошие люди. Мы все стараемся соблюдать. А есть евреи, которые не совсем хорошие и даже очень нехорошие. Как это может быть? Мы святой народ. И у нас есть тара. И все оказалось все ясно и понятно. И тем не менее вот нарушают. И даже верующие, как известно, нарушают. Как мне печально сказать? Нарушают. Почему они нарушают? Нарушают, начиная с чего-то маленького и доходит до больших нарушений. Те, кто нарушает по-малому, они на самом деле преисполнены желанием все исполнять. Но не очень получается. А те, кто по-большому нарушают, они говорят, по-черному нарушают. Просто нарушают. Как рассказывает, был этот левец, как из Бердичева, такой великий мудрец и раввин, который жил в начале 18 века в городе Бердичев. И он всегда искал защитить еврейский народ. Вот он увидел одного еврея, который нарушает субботу в Бердичев. Представьте себе. Значит, 1700 какой-то год. Как это может быть, чтобы еврея нарушали тоже. И он говорит, вот скажи мне, пожалуйста, вот ты знаешь, сейчас субботу? Вы, да, я знаю, что есть суббота. Знаешь, есть законы, которые запрещают нарушать субботу? Да, я знаю, что есть законы, которые нарушают запрещено. А почему вот ты нарушаешься? Он говорит, потому что вот я хочу нарушать. Так он обращается и говорит, смотри, какие у тебя честные люди. Я у него спросил, почему нарушают? Он не обманывает. Он говорит, я хочу нарушать, поэтому я нарушаю. Другой бы стал вихлять и говорить что-нибудь пикуахнефеш, и денег нет, и все. Но хочешь нарушать, и нарушай. Это интересно, да? Поэтому здесь я, как раз эта глава, о которой говорит, эта глава Бет, Перек Бет, на иврите называется... Хелек Бет, сейчас я вам скажу, видите, как он называется. Метсиют Ахет Бейсраэль. Метсиют Ахет, каким образом есть Израиль, присутствует греховность в народе Израиля. Казалось бы, не должна. А здесь он называет, это поделил переводчик, поделил даже подпунктом. И вот первый пункт, который мы, наверное, сегодня успеем одолеть, называется... Праведность по наследству не передается. Это известно, да? Как-то спрашивают, почему у раввинов иногда бывают нехорошие дети? Потому что это не передается. Чтобы быть раввином и вообще праведным человеком, надо учиться, надо заниматься, надо стараться. Здесь гены роли не играют. Правда. Надо сказать, это уже мое наблюдение, что раввины, ну такие, как и араб Каменецкий в Днепре, очень способные люди. Вот способности передаются, как известно, да? А вот как бы качества моральные, религиозные, это требует от работы, от человека работы, не работают, как поле, которое плодородно очень, там, чернозеозным и другие полезные вещества. Но если не обрабатываешь, она зарастает сорняком. А если будешь обрабатывать хорошо, то дает, конечно, удивительные плоды. И вот он говорит, начинает с того, причина галута однозначна, и письменно определена в таре. Да, это известно. Человек, где народ Израиля совершал всякого рода проступки, и из-за этого он был изнан из Израиля, и там это сказано на старе. Вот если будете все это нарушать и не будете делать, то вам не будет места в стране Израиля. Правда, обещано, что в какой-то момент, да, вот мы особенно будем это читать, будущее разделе главы Ницавим, да, что в конечном счете вернемся. Но это потребует время. Грех вызвал все эти ужасные последствия. Но грех, надо понимать, отклонение от слов Тары. Что такое грех? А, ну, надо сказать так. Да. А как, почему появился грех? Да. Грех, скажем, ецарара, хэт. Но откуда он явился-то нам? Но причина, он говорит, всегда скрыта от нас. Поэтому следует задаться по-настоящему еще большим вопросом. Ибо при исследовании изучений окружающей реальности, о, как красиво он переводит на таком современном языке, обнаруживается универсальное без исключения строение, глобально неизменяемое, а именно, что порождаемо новое, подобно порождающему его. То есть, он говорит, есть передача наследственного кода, DNA, по-русски говоря, ДНК. Вроде все как бы определено, и вот сейчас он говорит, да, из лошади не получается осел. Человек не возникает из коровы, а корова из человека. Да, есть какая-то закономерность. Казалось бы, из хорошего еврея должен родиться хороший еврей. Тоже относится, он говорит, это все слова морали, не мои. Ко всем, без исключения растениям, из зерен пшеницы не вырастает и очмень. Хотя из подобных может получиться чуть другое, не похоже. Есть некоторые отклонения, да, как мы знаем. Может быть, здоровое растение, по каким-то причинам оно плохо рожает. Соответственно, с этими законами следовало бы, что из корня справедливости и семени праведности взойдут их порождения, потомки Аврама, Ицхака и Якова, подобные им. Да, вот действительно, это вопрос. Почему это не получается? Из прекрасной вещи не должно получаться несовершенства. По крайней мере, не должно там быть прямой им противоположности. А, скажем, мы знаем, что у Ицхака родился Исав. Ицхак такой святой человек, родился у него. Исава – совершеннейшая противоположность. У Аврама родился Ишмайль и так далее и подобное. И поэтому он говорит, а ведь Израиль были готовы и способны грешить больше, чем тебе, читатель, удалось обнаружить даже других народов. Мы знаем, к сожалению, что евреи иногда совершают такие вещи, которые другие народы не совершают. Как мы знаем, я приводил пример из Евсекции. Это самая еврейская секция при Коммунистической партии в Советском Союзе, которая поставила свои задачи искоренить еврейскую веру. У христиан не было такое самоотделение. Тоже, конечно, взрывали церкви, убивали религиозных деятелей, но евсекция наша действовала наиболее последовательно, искореняла. Вот откуда это получается, он говорит. Действительно, это очень принципиальный вопрос. И надо сказать, когда жил на Орале с Праги, он жил ориентировочно, скажем так, в середине XVI века. То есть можно взять за точку отсчета 1550 год. Вот тогда уже люди интересовались таким вопросом, почему все у нас так хорошо и вместе с тем так плохо. То, что было у Абрама, Ицхака и Якова, не походило на другие народы. И у них, не евреев, рождается то праведник, то злодей. Ну, скажем, праведник не по большому счету, но все-таки хороший человек может родиться. Праведник, мы знаем, хасидеума таулам, которые спасали евреев во время катастрофы. А отец мог быть совсем другим. Но потомки Абрама, Ицхака и Якова большую часть времени были, чаще всего были ужасными, нехорошими. И поскольку Абрам, Ицхак и Яков были основателями этого народа, его прародителями, как могло случиться именно у них то, что не происходит даже с неразумными животными? Понятно, вопрос поставлен очень как бы четко и нелицеприятно, невзирая на лица. Так, скажем, антисемиты могли бы взять только эту главу и сказать, вот мы говорим, вот видите, да, но надо дочитать до конца. О такой поразительной ситуации говорится у пророка Ишаяу в 13 главе. Бык узнает своего хозяина, а осел стоило владельца. А вот Израиль не признает. Народ мой в это не вдумывается. Смотрите, какое страшное сравнение народа Израиля с животными, с быком и ослом. Этими двумя чувствами, боязнью Ират Шамаем и любовью, Ашем, Ава, несомненно, следовало бы обладать Израилем. То есть, что здесь мы говорим? Бык узнает своего хозяина, да? Ну, сейчас как бы он узнает своего хозяина, почему? Или потому что хозяин его бьет, и поэтому, когда хозяин приближается, он перед ним, да. И, с другой стороны, осел. Ну, вот, как бы здесь надо точно посмотреть, посмотреть, кому из этих животных приписывается любовь и страх. Этими двумя чувствами, боязнью и любовью, несомненно, следовало бы обладать и Израилю, ибо такое животное, как бык, прекрасно знает, кому он подчиняется, и что хозяин может сделать с ним все, что задумает, и он испытывает боязнь перед ним. Вот Ират Шамаем, он приписывает быку. Это все цитаты из Ишайя Уанави, первый крупнейший пророк Израиля, да, он это говорит. Как же так? И когда, говорит, бык узнает своего хозяина, да, если бьет, он знает, это его хозяин, но не путается, что это может быть кто-то другой, знает, это его хозяин. Имеется в виду, что он знает, кто его хозяин, властвующий над ним. И поскольку бык царь среди скота, да, самое как бы, так это считается у евреев, что бык, он такой, знаете, в представстве такого быка мускулистого, быка-производителя, которого все коровы боятся, тем более остальные животные, он может забодать, затоптать, да. Тем не менее, царь казался бы царь животным, скота на самом деле, У нас царь животных, отели, а самый бык царь, скота, да. А, и казалось бы, что ему человек, да. Я помню, когда я был в детстве, ходили на речку подвигой, там, стирать белье. Знаете, как стирали белье, 50-е годы, ложили, скажем, какую-то рубашку на камень большой и мылом, таким хозяйственным, куском хозяйства, мылом вот так, это самое, стирали, потом окунали в воду, но речная вода, она очень хорошая, мягкая, и вдруг быки спешат, идут, самое, с пастбища, они несутся, страшно, да, глазом у них выпущены, рога так выставлены, не дай бог попасться под их копыта. Ну, мы все, естественно, там прячемся за этими камнями, они пробегают, вот, казалось бы, что ему бояться человека, и то, если у него есть хозяин, если это бык, одомашенный, естественно, то он признает власть человека, царь животных, царь скотины, признает власть человека, который является ему, это бык, знает своего хозяина, это говорит, да, здесь говорится, на иврите говорится, «Юдея шор эт канегу». Ишмия, Ишай Ванави говорит, «Юдея шор эт канегу». Здесь подчеркивается, «Коне», «Коне» – это, как мы уже сказали, «Коне шамай варец», это «кадош буруху». Человек тоже хозяин, Бог наш хозяин. Бог знает своего хозяина. Но имеется среди животных и осел, не признающий всего этого. Он, как мы знаем, осел упрямится, не подчиняется никому, вдруг может по дороге остановиться и стоит, и ничего с него не изменится. Правда, есть такой способ выдвинуть ему на палке морковку, и тогда он хочет пойти морковку есть, и поэтому движется. Но хозяин ему кричит и говорит, и даже бьет, все, он решил, он не идет. И то хозяин, он говорит, не признающий власти, озел, не признающий власти этого хозяина, однако признающий, по крайней мере, благо пребывания своего хозяина и тем, привязанных к своему владельцу. в целом, он знает, что хозяин кормит этого осла, он какой-то себе привязан, можно вспомнить действительно осла Балаама, Белама, который вообще был умнее даже Белама, он видел Балаха, а Белам не видел Балаха. Об этом и говорится там. А осел узнает своего владельца. Вот надо разобраться, конечно, здесь, на иврите, у меня, кстати, вот, как бы, это цитата, какая-то точная, Юдея, сказано, Юдея, Юдея, Шор Эт Канегу, а как говорится про осла, Юдея Шор Канегу, А Ахамор, как он говорит, Ахамор, Ахамор, Авос Беалав, Ахамор, осел, он знает, где его корыто, но он знает, что эта корыто принадлежит хозяину, что в этом смысле он зависит от хозяина. Конечно, понятно, это как бы чуть меньше по умственному развитию, но тоже что-то он признает. А Израиль ничего не признает, да? Мы, как бы, у нас написано в Таре, кто наш хозяин, кто нас кормит, от кого нас все это зависит, как мы учили, почему надо говорить три раза в день, это самое, Псалом 145, Аши-Ишвей-Бетех, Оди-Элла-Хасела, потому что там сказано, Путе-Хать-Я-Деха, Умас-Беля, Холь-Хай-Ра-Сон, открывая длани свои, и питает все живущее по своей воле. И даже те, кто говорят, этот Псалом, который свидетельствует действительно о тотальном участии Ашема во всех процессах. И после того, как он это сказал, этот Псалом, может выйти из синагоги и что-то нарушить. Ну, как это может быть? Узнает пойло владельца, ибо он наиболее материальный на всех животных и не обладает должной мудростью. То есть он бык, он умный, он знает своего хозяина. А осел не такой умный, но пойло и стоило он признает. И все же признает хозяина, хотя бы ради собственного удовольствия и пользы. но Израиль поражает Ирмия Ишая Уанави в 3 главе не признает, говоря, что они сами именуются так по почету им оказанному. Этого я не понял. надо просто и следовало бы тем более им, то есть нам, Израилю, признавать могущество и власти Вышнего, правящего над всеми. Хотя бы подобно быку, царю в мире скота, признающего своя хозяина. И тем не менее Израиль не понял столь очевидную вещь, как боязнь перед ними. Нет у нас Ират Шамай. И пророк употребил выражение, сказав мой народ в соответствии с первой частью обосле именуется просто народ. В том смысле, что они попросту одна из многих групп. Ам. Понятие ам там применяется. Ам происходит от слова амум. Нечто неопределенное. Амум это нечто определенное. Говорят в отношении угольев, когда они тлеют, непонятно, они горят или уже они потухли, называется амум. Огонь такой неясный. И хотя бы поэтому, да, из того, что мы называемся ам, наподобие нечто неопределенного, хотя бы поэтому им следовало знать, кто им дарует благо, подобно ослу, знакомому с пойлом своего хозяина. Но народ мой в это не вдумывается, несмотря на все блага уже оказанные, уготованные в будущем исходя из Египта и все, что произошло с нами. даже ради этого Израиль следовало хотя бы стремиться за Всевышним и так далее и подобное. Понятно, это постановление, постановление, как бы, вернее, это как бы постановка задачи. Непонятно, казалось бы, даже скотина понимает, что же происходит с народом Израиля. И здесь приводится отрывок из-за трактата Макот в Талмуде, страница 23-я говорится. Того, кого следовало наказать плетью, наказывают ремнем, сделанным из шкуры коровы, теленки. В соответствии со сказанным бык знает своего хозяина. Интересно, что выбирают для наказания не просто, скажем, можно было бы взять из стали жгут такой сплетеный, это было бы еще сильнее. Именно выбирают зеленую из-за шкуры быка. Почему? Потому что сказано бык знает своего хозяина, а ты нарушил как плетью. Там определяет, бейдин определяет. Человеку полагается столько-то и столько-то ударов плетью, больше 39 запрещено. Потому что знаю, что человек 39 уже не выдерживает, он как бы превращается, так теряет возможность вообще ориентироваться. 39 еще доходит до него, понимаете, 39 раз высчитано, если ему дают 39 раз, он понимает, осознает и может делать чего. После 39 ударов он теряет человеческий облик. Вы знаете, были такие, кажется, назывались шпиц-рутаны царской армии, наказывали палочными ударами, пропускали человека через строй, 5000 ударов считалось, когда он уже буквально изнемогал. Вот айвеевская вера безусловно не сравнить с царской властью. 39 ударов, чтобы человек больше этого уже не способен соображать, а 39 ударов он еще понимает, за что ему дают и может сделать чугу. А почему не наказывали его ремнем из шкуры осла, спрашивает геморрад там. Также в соответствии со сказанным осел знает, стоило хозяина, а именно выбирает шкуру быка. Ну и само наказание плетью присуждали за нарушение одного из запретов Тары, так называемый митсват лав. Это не имеется в виду I love you, лав это ло, на иврите ло, на ремите лав. Вот у нас есть такое еврейское имя распространено очень, Саша, еврейское имя. Происходит от числа запретов шин самах число запретительных законов Саши. Поэтому я говорю, те, у кого есть имя Саши, даже не должны менять его. Про Александра это уже нет. Должен оставаться с именем Саша, еврейское имя, которое напоминает постоянно, что нельзя запрещать, что нельзя нарушать. и не боялся тот человек признаться, кто именно повелевает ему это делать. То есть, человек знает, откуда происходят эти законы, это написано вам, написано в Таре 613 заповедей. Мы говорили об этом, как выводятся эти 613 заповедей. Бык признает своего хозяину и с боязнью относится к нему. То есть, Бык не нарушает запретительные Убыка. У Быка тоже есть какие-то запретительные законы. Может быть, не Шин Самых Хэй, не 365 по числу дней в году. У Быка меньше запретов, но тоже. И он не нарушает эти свои запретительные законы. 365. Лав. Запретительные законы. Не делай. Не зрягайся. Лотосет. А как бы на жаргоне, скажем, в сленге талмудистов это называется лав. Я уже не знаю, почему. Почему вы на конце? А, на рамите лав. А лав вы? Да, лав. Ламит, алаф, лав. Поэтому и производит наказание ремнем и стелять их кожи. В то же время это не относится к признанию добра и пользы содержавшейся в запретах лотосет. Не делай. Ибо за соблюдение запретов не предназначено воздаяние. есть митцватасе это соответствует как мы знаем рамах числу сухожилий и мышц которые приводят действия наши органы. Ибо за соблюдение из них наоборот шаса это мышцы и сухожилия которые приводят действия а рамах это число наших органов. Ну так с точки зрения физиологии медицины может быть есть больше но так считается еврейской вере. Ибо за соблюдение запретов не предназначено воздаяние. Самая главная часть воздаяния предназначена за соблюдение митцватасе. Делай что-то. Если ты что-то я человек не нарушил да за что тебя награждает но не нарушил и все правильно что не нарушил а за что у тебя будет награда если ты выполнил митцватасе рамах делай так и так это следует из страдакта кедушина он говорит в том месте где сказано исполняющий даже одну митцму несомненно награждается благом. Поэтому говорить из нашего медраша следует и это совершенно поразительно и непонятно что Израилю не свойственно то что свойственно даже животным которые совершенно естественно испытывают боязнь по отношению к своему хозяину и благодарность за оказанное им благо. снова мы продолжаем обвинительное заключение в первой главе трактата Таанит на странице 5 говорится медраж говорит следующее спросили у мудреца рабицхака что значит сказанное два преступления совершил мой народ всего два куда подевались 22 других почему 22 он говорит да кавбет я не знаю 22 можно сказать вот это он не объясняет на самом деле как мы знаем кавбет 22 это число букв в алфавите и поскольку когда мир сотворен он был сотворен речениями божьими да а речения были из-за 22 слов да Шем может быть и не говорил это словами но в любом случае как мы знаем идея и мысль она тоже относится к то есть люди которые не обладают речью они не могут логично мыслить потому что речь как установлено уже это математический мысль это математический процесс построенный из формул и формула это самая буква речи поэтому мир сотворен на основании 22 букв и сказал ашем будет так и сказал ашем будет так и сказал тот кто нарушает законы мироздания он нарушает эти 22 основа творения мира куда подевались 22 других так отвечал ему раби йоханан кто сказал про два говорит это говорит раби исхак на основании сказанного у пророка ирмияу два преступления совершил мой народ ирмияу глава 2 послух 13 там он говорит раби всего два куда подевались 22 других так отвечал ему на это раби йоханан известный нам даже не два всего одно но равноценное всем остальным всем остальным и что это за преступление абудазара это идолопоклонство как сказано там меня покинули да ирмияу анави говорит пророк ирмияу второй по величине после ишая он говорит меня покинули источник вот жизни чтобы высекать себе ложные колодца да вот это преступление оставление ашема это из этого из этого преступления следуют все остальные проступки и сказано там дальше ибо пройдете по островам и посмотрите и пошлите в кейдар и внимательно посмотрите увидите было ли что-нибудь подобное переменил ли какой-то народ богов своих а ведь они не боги да то есть скажем если правда мы знаем что когда крестили самое славян там в днепре а у них был перун да у них был перун и рассказывают они бросали это были такие у них статуэтки перуна и значит их загоняли креститься в воды днепра так они бросали это самое статуэтки перуна и говорили ну выплывай боже ну давай выплывай сам ничего не поделаешь правда это было при насилие их насильно крестили то есть они по-прежнему верили этому перуну но говорили ничего не поделаешь и у нас загоняет воду поэтому а вообще-то как бы все остальные свято там я не знаю какие-нибудь там и венки и тунгусы когда они верили в каких-то там своих духов и шаман их бил в бубен и все они танцевали они никогда это не отказывались каждый верил своего бога и так это было постоянно и не меняли а мой народ переменил славу свою на счету да то есть был у нас такая при превосходная вера которую мы получили на горе финайской как они могли потом пойти и менять служили аристотелю служили там христианству служили коммунизму вот так запросто как перчатки меняют ничего не пришло объяснение всему этому в том что человек как правило выбирать себе целым элуким которому он готов поклоняться по подобию того чем он живет то есть у каждого скажем так очевидно здесь имеется ввиду это не могу точно следить за переводом если найду это быстренько то переведу это ближе к тексту дамаса хитма код он говорит так киста и массада вами эмир кабот блой и поменял и отказался от славы божьей и не менял из этого никакой выгоды и вменял это какая польза была нам статья самая христианами ватка убью риньям зэ ки адам бухерло элукут а ширидами а ширгу лехинку человек выбирает себе какое-то божество но уже за заранее сказал что все что выбирает человек кроме веры вашем а это все ложная какой-то выбор да потому что нету никакого бога кроме ашема он наверно вот очень интересное наблюдение каждый человек как мы говорим что каждый народ выбирает правителя которого он достоин когда я не знаю достойные ли мы бене там и гораздо лучше вот и даже да да но есть выбор да мы вы не убирали это верно но ими вот но это может быть поэтому пример не очень хороший хочет сказать очень интересное наблюдение что когда народ человек выбирает какое божество которое он хочет служить какой-то степени это отражает какую-то структуру его души или представление себя самая как народа что он есть такое бахарло элукут а ширидами а ширули халкок ешь ума а ширху шевет беда тошу хелек она знаешь есть народ который представляет себя что он какая-то составная части огня до или они облаготворяют поклоняется огню чувствует что огонь это какая-то великая сила и сила и не чувствует возможно какую-то солидарность или идентификацию с огнем у лет в их ах коль ума бахара ли лукут к фи ашер бы вашего то ваших или халку каждый народ вот это интересное наблюдение не буду войска оставить потому что главная цель его не в этом то есть каждый народ более-менее выбрал себе предмет поклонения как это соответствует какого-то срезу его скажем мировосприятия его как бы души хотя они прекрасно знают что есть более значимые значимые силы способны преодолеть и характерную силу да как мы знаем те кто поклоняется огню а нынешний раз и знает что придет цунами сильный шквал воды может потужить огонь они по-прежнему поклоняется огню они чувствуют очевидно какую-то склонность именно под к этому измерению силы и поклоняется ему несмотря на то что думают будто они продолжают обладать этой характерной чертой и продолжает безукоризмно подчиняться соответствующему образу этого идола а вот израиль единственный находящийся под кабинетом всевышнего какой-то мы чувствует во многих местах вторые как мы знаем у нас есть сказано что глаза всевышнего над страной израиля постоянно сначала года до конца года и тем не менее они меняют это как перчатки так совершаются эти два преступления нежелание жить исключительно под кабинетом всевышнего и замены его на нечто совершенно бесполезное но так как бы тут можно всегда когда подсчитывают нарушение на эти когда это человека приговаривают к чему-то так говоря так скажем поделал документ не просто говорят поделал документы нарушил закон государства ами а обманул до фальшиво изготовлены тогда можем за всегда всегда как бы по всякую строку нависит на самое много 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 преступления тут скажем 2 2 преступления понятно что корень преступления всех остальных преступлений если человек если еврей нарушает что-то он просто не верит в силу того что написано в таре поэтому она нарушает если он даже его найти есть иногда спрашивают так ты веришь то что есть великая сила бога израиля который вывел народа израиля из-за страны египта верю если не ошибаюсь его по опросу здесь много лет назад правда где-нибудь в конце двадцатого века будет такой опрос еврейского населения верите ли вы что есть какой-то великий бог израиля который направляет волк израиля верю верим 80 процент 88 процент насажда чего же ты не выполняешь его законы зим парадокс отражение того что здесь давай но говорят как-то вот это самое не получается неудобно не принято пропись колесальное противоречие то что есть великая сила которую руководит народом израиль особенно те кто живут стране израиля и знает сколько веков мы прошли и наконец пришли сюда и создаем свои государства и все понятно вот она чудо божественное преды предсказанная вторе вот оно произошло другие народы со стороны смотрят и поражаются а евреи знают отдавить себе отчет но не чувствую что это их обязывает чему-то большему это тоже какая-то проблема поэтому и у маши рабы ну он говорит эта ситуация вызывает неудумение когда он сказал в книге дворим это как раз конкретно вот наша я думаю разделки того глава 32 я он говорит или дальше это было возможно ну конец от нее дворим как как говорит всевышнему бы так отплачивается неблагодарные мерзавцы лишенные ума да сейчас можем посмотреть подлинники но я думаю что наш автор очень богобоязненный переводчик поэтому он перевел близко к тексту он говорит так он говорит он говорит Умилу зот ам наваль бело хахам. Народ навальб это подлый и совсем не умный. А ло уа виха канеха уасаховый каненеху. Смотрите, надо сказать, отдать честь и мораль, что он не стесняется его выражения. Проводит такой честный и откровенный анализ. Потому что действительно, если говорить, что еврейский народ такой хороший и все это все, то это лакировка действительности. Мы никогда не доберемся до причины, до корня зла, если не будем относиться к этому раскованно и совершенно беспристрастно. Поэтому он это делает. Это анализация? Навал. Навал это самый низкий, низменный человек. Низкий человек. Посмотрите, есть разные переводы и разные комментарии на этот счет. Но если мораль приводит это без комментариев, то, значит, первое значение, оно действительное. Вы знаете, это Навал, это же был Навал Кармели, правильно? Это был муж Михали. Когда Давид Амеллах со своей дружиной пришел собирать деньги с поддержкой своей деятельности, то Михаль дала им много чего. Я не помню точно, есть перечисления. Ну, много молодых ребят. Наваль был богатым кулаком, богатым земледельцем. Там у него были стада, он дал ему столько-то и столько-то. А он это не мог выдержать. И он говорит, сердце его окаменело, и он умер. Чего ты им даешь? Какие-то бандиты, разбойники. Вот Михаль почувствовал, что это святые люди, она им дала. И поэтому, как бы, это именно лицательное Наваль, Навал Кармели. А она женилась, естественно, была одной из жен Давида Амеллах. Ну, Наваль, это, посмотрите в словаре, это очень нехорошее слово. Почему-то она действительно так употребляет. Наваль было хахап. И подлый, и неумный. Так говорите. Так объясняет, на самом деле, это первое, как бы, уже комментарий. Говорят, Наваль, Блит Тора. Если не Торы, тогда Наваль. Если есть Тора, то тогда не Наваль. Понятно это, да? Но это уже комментарий. А так, я говорю, если мораль, такой великий ученый Торы, использует это понятие без прикрас, значит, это первое значение, немедленное. Наваль, по характеру подлый народ. Я надеюсь, Александр, когда будете выставлять на YouTube, если вы все выставите, то сделайте так, чтобы только евреи смотрели. А Твадь Смит скажет, вот мы же говорили, правда, и скрывать-то нечего, да? Там написано в Торе. Скрывать бесполезно. Он отец ваш, он вам хозяин всего, он вас сделал таким, как есть, он приготовил вас к совершенству. И объяснение этой фразы таково. Существование всего Израиля неразрывно связано со Всевышним. Хотя бы со стороны реализации как народа. Подобно тому, как отец, причина появления сына. По отношению к Израилю сам Всевышний был причиной их реализации. Здесь надо отметить такой момент, в чем он хочет сказать так. Обсуждают другие главы этой книги. Он говорит, отец является причиной появления на свет своего сына. Но на самом деле он не является первой причиной. Первой причиной является творец, который сотворил такую систему размножения, сотворил человека и все. Поэтому у каждого отца есть еще что-то над. А народ Израиля имеет отца Ашема прямой, в обеих формах. И в том, что он является непосредственным результатом. Благодаря Ашему он родил нас, вывел нас из Египта. Как взял, как бы говорится, сказано, как взял зародыш из утробы матери. И мы по-прежнему всегда связаны с ним. То есть сын, может быть, родился от отца, отец, там, член партии, сам и прочее. А сын вдруг пошел в подполье и стал сионистом или диссидентом. Почему? Потому что отец не может это. Власть отца не распространяется настолько. А власть Ашема распространяется на все. И тем не менее мы выходим из-под его власти. Поэтому он и говорит, не знаю, здесь переводчик использует, он говорит так. По отношению же к Израилю сам Всевышний был причиной их реализации. Это произошло, когда Всевышний вывел их из Египта, приведя к тому, что они как будто бы только тогда и родились. Говорят, что народ Израиля практически родился после того, как он вышел из Египта. До этого это были сыновья Якова, когда жили в Египте. А тут сказано, как вывел народ из недр другого народа. Как сказано там, как пастух, когда хочет разродить теленка или ягненка, он засовывает руку и вытаскивает его сам. Почему-то, если иначе есть трудности рождения у этих животных, он таким образом непосредственно является причиной рождения этого теленка и ягненка. И сказано в книге Шмот, отпусти моих сыновей, ибо они будут мне служить. Какая он здесь говорит мораль, какую аргументацию применяет Мошер Абей Ашем, когда он убеждает фараона, чтобы он отпустил народа Израиля. Он говорит, отпусти сыновей моих, ибо они мне будут служить. Чтобы они выполнили свою предназначенность, они должны быть свободными людьми. Как бы это ни было, имеется в виду не то, что сын имущества отца, а лишь то, что он отец, причина появления на свет. В то же время раб, несомненно, имущество самого хозяина. Как мы говорим, это очень важный момент. Так обычно празднуют Песах. Почему это праздник свободы? Народ Израиля был под властью Египта. И, значит, вот мы вышли, и так это говорят, в более современных терминах, что это первый пример того, что народ освободился от чужеземного иика. Поэтому это пример, когда в 20 веке многие народы в Африке получили независимость и стали на Санкт-Петербурге. Это как бы то, что написано в таре, что каждый народ должен жить по своей власти. Но мы знаем, что это не очень получалось, потому что они совсем не хотели жить. Как это произошло в Афганистане. Байден сказал так в Афганистане. Чего мы, американцы, будем навязывать им свои силы, свои законы? Они независимый народ, дадим им свободу, пусть они живут, как они хотят. А как они хотят, они хотят убивать, грабить, насиловать и все. Они говорят, у вас, у европейцев такие нормы морали. А у нас другие нормы морали. Вот мы так, у нас это наша мораль. Что надо заставлять людей силой, а кто не хочет, секир башка и все. Это наша мораль. Мы говорим правильно, закономерно. У каждого народа есть своя культура. Оказывается, слово «талибы» на самом деле это «талмиды». На перевод «талмиды». Талмиды, да, ученики. И среди них как раз много пуштунов. Да, это известно. Есть какая-то связь с Эфраемом, Калины Эфраема. Поэтому они такие религиозные. Религиозные, да. Ультрарелигиозные. Ну, пока что это, как бы, религиозность. Недостаточно, надо знать, кому еще служить. Как раз об этом речь идет. Что неважно, недостаточно быть фанатиком. Надо знать, в какую веру фанатично верить. Здесь он разбирает эту разницу. Здесь, как бы, чтобы несколько объяснить о содержании этой его статьи. Разница между свободным человеком и рабом. Так вот, я говорю, когда мы вышли из Египта, обычно таксикулярные, как бы, источники объясняют, стали свободным народом. Да. А мы уже прекрасно знаем, об этом еще писал Владимир Ильич Ленин, нет абсолютной свободы. Да. Не, не бывает абсолютной свободы. Даже если человек абсолютно свободен, как какие-нибудь анархисты, то они находятся под гластью своих инстинктов и своих желаний. И они, даже более того, ограничивают других людей, насилуют их, чтобы они, как бы, делали так, как они хотят. А тем более, что мы в законе, в еврейском законе, знаем, что человек всегда будет рабом чего-то. Не будет у него веры, будет селяться, колоться наркотиками или будет служить каким-то страшным. В общем, если я сидел здесь, в израильской тюрьме, за то, что поднимался на храмовые горы, молиться, то я сидел, я с, была такая есть, самая секта служения, служения, как бы, зла. Служения зла. Вот, ну, прозвращается, что высшая, как бы, сила знает, сам Александр, знаком с этим немножко, да. Нам поклоняться злу, зло – это истина, да. Все совершают зло, все служат злу. Вот он там, правда, он там несколько, поскольку было там 10 людей, мы собрали меня, чтобы подняться на эту храмовую гору, это были 10 евреев, поэтому он так сидел тихо и не насажал зло, потому что он понимал, что ты противосилы не попрешь. Все, вот так это, поэтому весь вопрос не то, что бывает абсолютная свобода, а весь вопрос, кем рабом чего ты являешься. Мы выбираем быть рабом, но не в том смысле, что мы, как бурлаки на Волге, тянем эту баржу на самое просто, мы признаем власть истины и служим этой истине. В этом смысле, мы свободные люди в том смысле, что мы свободно выбрали и решили служить истине Ашему, его законам, его таре. Это наш выбор. Но со стороны можно сказать, что это какое-то выражение рабства, да, подчинения, потому что мы приняли на себя законы тары. Это значит, что мы приняли на себя власть Ашема, и в этом смысле мы рабы. Ну, снова рабы, когда употребляют воды, говорят, понятие это, как бы я уж не знаю, каких-то совершенно подневольных людей, которые там издеваются, на которых помыкают. Знаете, я читал, ну не знаю, может быть это было фейк-ньюс, о раскопках в Египте. Нашли какие-то жилища рабов в Древнем Египте. Провели раскопки, и оказалось, что там по раскопкам, что жили совсем неплохо, да, общежития, питание, все это было. Даже тогда в Египте понимали, что человек это не скотина, что если ты хочешь, чтобы работяга работал с полной отдачей, значит, его надо нормально к нему относиться. А когда же Буруха, естественно, сделал нас своими рабами, мы добровольно приняли рабство. То есть, то, что я хотел подчеркнуть, это то, что мы не свободные люди, да, мы вышли из-под Египта, из-под власти египетского, я не знаю, там, суеверии, представлений, и добровольно приняли на себя, потому что мы сказали на Асэвы нишма, будем выполнять и будем учить дальше, это довольное принятие. Но мы приняли на собой власть старые, власть Ашема, и в этом смысле мы не свободные люди, мы рабы. Можем отказаться от этого. Что будем делать, я говорю, начнем заниматься распутством, пьянством, или там будем служить коммунизму, поверим в светлое будущее коммунизма, будем убивать людей на Лубянке, потому что они же неумные, они не понимают, что коммунизм это хорошо. Вот такой анекдот рассказывают в наше время, еще вот Михаил, может быть, помнит, да вот, и Эдуард тоже. Был принудительный заем, вот тебе выдают получку и из-за него отчисляют принудительный заем. Так говорят, так анекдот говорит, один еврей спрашивает, почему вы берете принудительный заем? Он говорит, товарищ, понимаете, мы хотим построить коммунизм, и у нас не хватает денег, поэтому вот мы берем у вас. Так это еврей говорит, вы знаете, у меня есть хороший совет вам, говорит, если у вас нет денег, так не стройте коммунизм. Так вот, значит, это у них была, это свобода, поэтому самая разница между свободой и рабством. Все мы рабы чего-то, нет свободных людей. Рабы какой-то идеологии, коммунизма, социализма, любых измов. Весь вопрос, что мы выбираем, какой изм мы выбираем. Вот мы выбрали, надеюсь, все добровольно выбрали. В этом смысле, Махон Мейер, еврейская вера, особенно те, кто пришли принять на себя еврейство, это добровольный выбор. Но выбор того, кому, каким законам подчиняться. Это лучше, чем подчиняться законам какой-то бандитской организации. Или просто яцерство. Или своим инстинктом, да, которым ты будешь полностью находиться в рабстве. Ну, где-то выбор большой ответственности. Все, кто выполняет митвор. Ну, естественно, что... Все, кто выполняет проклятие, холохост, уничтожение, прямо сказано. Всевишний же был и причиной их реализации. То есть, он здесь, как бы, не успеем все это прочесть, это большая книга, но этот момент стоит обратить внимание. В отличие от ребенка, который рождается от отца, и отец в этом смысле, в какой-то степени передает ему свое наследственное, свою генетику, вот, и он, как бы, важную роль играет в том, что этот человек появился на свет, определяющую роль. Но дальше уже ребенок сам решает, да. Он уже не находится под властью отца. А мы с момента рождения, мы благодаря Ашему появились на этот свет и извлечены из Египта. И это, в этом смысле, он наш отец. Но и дальше, в тот момент, когда мы ему приняли власть, он по-прежнему является нашим, как бы, идеальным отцом. Постоянно отвечает за нас, заботится о нас и направляет нас. С 12 лет, да, отец перестает? С 12 лет, с 13. С момента рождения. Здесь ведь на самом деле есть... Ну, да, здесь имеется в виду следующее, что Всевышний, Творец, непонятно, что это какая-то великая сила, с самого момента, когда вы появились на этот белый свет, направляет вас по какому-то пути. Можете не подчиняться этому, но если вы подчиняетесь, это с момента рождения. Делает вам брит мила, потом мучает вас о тому таре, набираетесь ума и близко вам, и вы способны воспринимать тару. И сказано так, дальше он говорит. Мудрец, мудрецы в трактатике Кидушин сказали по этому поводу. «Входные и двери и мезузод были свидетельны того, что я прошел мимо домов Израиля и сказал им, ибо вы, Израиль, принадлежите лишь мне». Да, то, что тот факт, что когда было избиение первородных младенцев, достаточно было отметить на катеке дверей, что это принадлежит сынам Израиля, Ашем прошел мимо. Почему? Их он не трогает, они принадлежат мне. И сказал, и сказали на это, поэтому Моша говорит, ведь он отец наш, он наш хозяин. То есть это две составные части, да, отец и хозяин. Я говорю, может быть, отец родился, а делится ему от своего отца, а потом мы сами себе решаем. А здесь это двойное составляющее. Не знаю, насколько мне удается довести эту разницу, но это как бы одна из составляющих идей в данной главе. Не только отец, как причина появления на свет, но и хозяин в том смысле, что он постоянно руководит и управляет нами. Афт на дом? Афт, сейчас я вам скажу, как это называется автор. Афт на дом? Он не только был причиной появления этого народа, но и как бы направляет этот народ постоянно так, что он был бы тем, ради чего он сотворен. Вот эта идея. Одним словом он не говорит? Он говорит, Это направлять и указывать. Это направлять и указывать. Родился ребеночек, его выкинули в кусты, нашли его в подворотне, послали его в детский дом, и там что-то хочешь. Нет. Родил его и снабдил его с самого начала и в проложении его жизни всеми необходимыми условиями для того, чтобы народ Израиля был таким, каким он должен быть. Не предоставило ему как бы на собственное усмотрение. Как мы говорили в Масейхе Тхолин, что Израиль Кирха Декулябей. Масейхе Тхолин это единая целостность, в которой содержится все необходимое, даже часть нереализована, часть реализована, но всем нам находится. Мемену Мелахав, Мемену Коаним, Руцелумар, Киашем Итбарах, Ишлим от Исраиль, Беколя Ашлимут. То есть, ну, как бы, выполнил, сотворил народ Израиля, снабдив его всем необходимым для полного совершенства. Я говорю, какая альтернатива, родился ребенок, папа родил этого ребенка, мама произвела его на свет, а потом, говорил так, Райкин, а потом папа ушел, сказал, живите как хотите. Вот у нас такого это нет. Он не стал нам, живите как хотите. Постоянно дает нам возможность, правда, по-прежнему остается свобода выбора, но в целом он нас снабдил всеми необходимыми, не только генетическими, да, способностями, сообщил, и как бы построил нас как народ. Поставил во главе народа мудрецов, поставил Куаним, поставил Левиим, поставил Песцов, да. Теперь он, значит, это мы не успеем уже, но начнем, чтобы вы не отчаивались. Абала, чуба, алиши, ала, каша, азот, да, то есть вопрос, почему же все-таки, при всем, при том, что он нас сотворил, и нам снабдил всем необходимым, чтобы мы были именно тем народом, которым он ожидает от нас, да, не сказал, ну, а дальше там, я хочу от вас, народы израильцев, были такими и такими, но это как бы, как вы устроитесь, как у вас получится, ничего подобного, да, не только дал нам Тару, но и назначил нам законы конкретные, наставил Шовтим, и Скинин, которые бы нас направляли, и все, да, как же все-таки мы после этого пошли так, как бы, сикась-накась, пошли, как попало, как это может быть, это вот это великое противоречие, и говорит, он говорит следующее, как раз за Масеха Цукка, на странице 22, тракта Цукка сказано, говорит там, на основании книги Йоэль, пророку Йоэля, я отдалю от вас, от Цифуни, Цфуни от слова Цафун, нечто сокрытое, да, Цфуни это самые опасные, как бы, Йоцарара, как объясняет в другом месте, говорит, есть много явных Йоцарим, да, вот, когда сказано, есть такой разговор, когда цар Малаха Исава явился бороться с Яковом, мудрец обсуждает, в каком виде явился этот, это Царе или Малаха Исава, одни говорят, как самая, простой мужик он явился ему, да, как, как совратить, сказал, Яков, мы же люди, мы же мужики, слушай, что мы хотим, жрать, пить, наслаждаться жизнью, давай, кончай ты свое, это самое, затворничество, да, соблазнять его, показал ему какие-то картинки, может быть, эти все, это первый способ соблазна, а второй говорит, киталмитхахам, появился ему, как киталмитхахам, и стал ему говорить, Яков, вот ты, я вижу, ты цадик, и ты соблюдаешь законы, очень хорошо, но имей в виду, да, что есть вещи, которые ты можешь нарушить, и это еще большее благо, и самое то, что Ашем хочет от тебя, именно, чтобы ты нарушил, как известно, если ты не нарушишь, как же ты будешь балчува, а сказано о вторе, да, пророки говорят, что самая балчува выше, чем правильнее, почему, потому что он сам дошел, он был вот так низко на таком уровне, и сам дошел до того, что сам исправился, это более высокий уровень, вот, так можно соблазнить человека, сказать, сделай, упади, а потом сам поднимись, именно это хочет Ашем, вот, это спор, каким образом он соблазнял, но есть, говорят, есть еще, еще один, самый страшный, самый страшный грех, самый страшный, это, и это говорит, Медраж говорит, подобен собакам в Риме, какое имеет отношение, а собаки в Риме, они очень хитрые, так говорит Медраж, подходит собака, сидит пекарь, там, ну, такая небольшая лавочка, он испек, выставил свою продукцию, сидит, ждет, когда придут покупатели, вот, и он, а собака приходит, сидит, смотрит, тоже она хочет, это самое, украсть какую-нибудь, самое, коровая хлеба, но она сидит и делает вид, что она засыпает, собака, вот, и самое, наводится сон, и на хозяина тоже, когда хозяин засыпает, тогда собака кидается, и крадет, этот коровая хлеба, в чем пример, говорит, что есть такие скрытые цфуни, есть сокрытые какие-то нехорошие поплотновения, которые усыпляют нашу бдительность, которые говоришь, ну, это не страшно, это мелочь, да, и в тот момент, когда он усыпляет твою бдительность, вот тут он проявляется, как эта собака кидается, и крадет у тебя все свое будущее, вот этот цфуни, самый опасный враг, об этом он говорит здесь, что есть такой цфуни, и сам пророк Иоанн говорит, я удалю от вас, это ецер ара, это ецер ара, злое начало, которое сокрыто в сердце человека, самое опасное, почему говорит, если ты видишь этого мужика, который привел себя, извиняюсь за выражение, про генографические открытки, какие-то фильмы, и соблазняет, ты понимаешь, у гад говорит, но приятно, можешь обратить, но видно, что тебе надо с этим бороться, или наоборот, какой-то мудрец начинает тебя крутить, тебе теть, все, а самое опасное, это неведанное, то, что не отдаешь, ну это мелочи, все, это уже осталась, как бы, небольшая доработка, самое опасное, то на это мы сегодня ходим. Субтитры создавал DimaTorzok,